Далее мы с вами поговорим о комплексе неполноценности. Перед вами сидит живой свидетель комплекса неполноценности. Как правило, комплекс неполноценности люди опять-таки надевают на себя сами. Что они хуже, что они недостойны, что они там, а это плохо выглядит. И все это формируется у них своего рода зажимы, которые мешают им проявиться в жизни. Ну мало ли что, ну да, там есть какие-то там, допустим, у тебя, тебе там не нравится. Ну грубо говоря, у меня тут белые пятна, витилиган. В 7 лет я попал под машину, в 9 вылили из пуха, не исчезли. В 9 же лет, опять после того, как вылили из пуха, я пугаюсь свою собственную бабушку. Они еще больше до сих пор. И я думал как-то, что это неприятно другим людям внешне, которые меня окружают. Особенно, допустим, вот если рассматривать близкое окружение. Оказывается, вот я буквально такие сегодня спросил жену. Нина, как ты, понимаете, мои пятна не смущает? Нет, не смущает, я с ними прожил. То есть близкие люди, родители, друзья, по-настоящему, если они к вам относятся, они все это делают и не замечают. Это только у тебя в голове, вот что-то там надо делать и так далее и тому подобное. И есть люди, значит, без рук и без ног. Это Ник Вуйчич, человек без рук и без ног, который родился. То есть если бы он взял на себя вот этот вот комплекс неполноценности, ну не знаю, он бы, наверное, покончил. Ну и люди и поканчивают жизнь самоубийством именно по той причине, что они настолько акцентируют свое внимание, свою жизнь на этом комплексе, что они не видят в дальнейшем жизни без этого. У кого-то там губы надо сделать, кому-то грудь надо сделать, кому-то там ребра, кому-то накачать мышцы, кому-то зубы там сделать ровными, кому-то лысину зарастит и прочее, прочее, прочее. Но все это, как бы сказать, это не мешает ни в коей мере нам для того, чтобы мы могли в этой жизни раскрыться. Не мешает. А наоборот, в некоторой степени это даже стимулирует для того, чтобы ты мог раскрыть свои потенции. Не просто там с помощью физической красоты, тела и прочее, прочее, а с помощью нечто другого, за которое и ценит человека. Человек оценит в основном за голову его, за его светлый ум, за его доброту, за его возможность, вот, будем говорить, влиять на окружающий мир в положительном смысле. А не за то, что он там-то такой красавчик или она красавчика и так далее, и тому подобное, и думают, что только за счет этого им что-то должны. А те люди, которые вот навешали на себя ярлык вот этой физической неполноценности, ущербности, они вот как замыкаются, они считаются недостойными то иметь, все иметь и так далее, и так далее. Я бы не сказал, что у меня была довольно-таки длительная дорога, но тем не менее, тем не менее, я здорово стеснялся. Я помню одно лето, я вообще не купался, стеснялся от пятен, я стеснялся как-то к девушкам там подходить, как вот этот скажет, с белыми пятнами и так далее, и тому подобное. Хотя им было наплевать на это. Они смотрели совершенно на другое. Вот все это не дает. Поэтому все это в нашем сознании. И если у вас есть комплекс неполноценности, вот вы сядьте так, подумайте. И не один раз это надо сделать, потому что это за один раз так просто не проходит. Вот. Я, допустим, грубо говоря, для этого там, чтобы как бы сказать, почувствовать, что вот этот комплекс неполноценности там стереть, я и занимался бодибилдингом, ну потом я тяжелая атлетика, я бы занимался многими вещами и так далее, и тому подобное. Для того, чтобы почувствовать себя полноценным. Неполноценным. Просто-напросто, не обязательно это делать. Важно самому себе сказать, что то, что ты считаешь за неполноценность, ну там, допустим, руки там нету, я не знаю еще чего-нибудь, это просто-напросто, как бы сказать, лишь своего рода причина, чтобы ты преодолел это и стал гораздо выше. Потому что, когда люди преодолевают вот эти свои комплексы неполноценности, они становятся гораздо успешнее и лучше тех людей, которые, как бы сказать, ну, грубо говоря, нормальны. Нормальны, и их ничего особо там не беспокоит, они там всем довольны. Как правило, у кого есть комплекс неполноценности, человек недоволен собой в первую очередь. Так вот, сделай то, чтобы ты был собой доволен, чтобы ты собой мог гордиться. И я это делал. И в результате, вот, хотя эти тут пятна там остались и прочее, прочее, я достиг, ну, не таких уж каких-то там супер-дупер вершин, но тем не менее я достиг гораздо большего, чем люди более талантливые, которые учились со мной в школе в одном классе. Так что это повод, наша неполноценность, лишь для более мотивированной работы над самим собой и особенно над своим собственным сознанием. И вот как раз этот Ник Вуйчич, ё-моё, и семья у него, и дети, то есть человек без рук, без ног, который не может ни обнять там, как говорится, по-человечески. Тем не менее, видите, сделал ребёнка, возможно, там и не одного, живёт с семьёй и других учит, как это делать. Низкий, конечно, поклон ему за то, что вот, знаете, мы все говорим, найти в себе силы. Так вот, один из поводов найти в себе силы, чтобы преодолеть свою собственную неполноценность, которую в основном мы на себя и навязываем. А если кто-то вам говорит, что вы такой-сакой неполноценный, имейте свою точку зрения, имейте свою собственную оценку, своё собственное суждение и по своим делам, по своим достижениям судите, кто вы такой на самом деле. И не слушайте других людей, которые хотят вас сделать неполноценными. Вот о чём я хотел с вами поговорить сегодня.